Все чаще и чаще природа преподносит нам удивительные сюрпризы. Ежегодно зоологи открывают все новые и новые виды животных и растений. Иногда открытия просто поражают, как это существо так долго было скрыто от наших глаз. Каких только удивительных созданий не встретишь на морском дне. Мы постоянно сталкиваемся с такими причудливыми формами жизни на нашей планете, что порой даже трудно поверить в реальность существования увиденного. Морские обитатели отличаются друг от друга размерами, формами, окраской. Каждый уникален и прекрасен по-своему. Познакомьтесь с морскими животными, которые отличаются от своих сородичей и о существовании которых знают немногие. Рыба-блин О существовании этой рыбы, похожей на румяный блинчик, узнали совсем недавно, в 2010 году. Катастрофа на нефтяной вышке в Мексиканском заливе заставила глубоководных обитателей подниматься на поверхность. Так впервые люди увидели рыбу-блин. Эта странная рыбка не умеет плавать, а только ползает по дну, как летучая мышь. Такая неповоротливость не позволяет рыбешке догонять добычу, поэтому ей приходится питаться тем, что подплывет близко. Рыба-блин вырабатывает специальные сильно пахнущие вещества, которые привлекают мелких беспозвоночных. Сама рыба-блин в пищу не используется. Психоделическая рыба-лягушка В 2008 году у берегов Индонезии и острова Бали была найдена очень необычная рыба – психоделическая рыба-лягушка длиной около 15 см. Отличительной особенностью ее является толстая и дряблая без чешуи кожа, покрытая слоем слизи, что защищает рыбу-лягушку от острых кораллов, обычного ее местообитания. Передние грудные плавники похожи на лапы, с помощью которых рыба может ползать и прыгать, отталкиваясь от твердой поверхности. Раскраска психоделической рыбы состоит из множества белых, желтых и коричневых полос, образующих узор, уникальный для каждой рыбы. Глаза рыбы расположены в передней части широкой морды, а не по бокам, как у большинства рыб, поэтому рыба имеет удивительное выражение. Гавайский краб пом-пом или краб-боксер подошел к вопросам охоты и собственной безопасности весьма изобретательно. Он насаживает на свои клешни небольшие актинии. При приближении врага, краб принимает бойцовскую позу и размахивает своими жгучими перчатками. Актиниям совместная жизнь с крабом-боксером дает возможность путешествовать и быть всегда сытой. Размеры взрослого пом-пом-краба не превышают 2,5-3 см. Окраска удивительного животного пестрая с преобладанием ярко-желтого цвета и красными пятнами вокруг глаз, что не мешает ему маскироваться на фоне ярких кораллов. Если краб неподвижен, то обнаружить его проблематично. Ленточная мурена внешне напоминает китайского дракона. Ее ленточное тело покрыто бактерицидной слизью и идеально подходит для проскальзывания между камнями и рифами. Дополнительный обонятельный орган у мурены напоминает нежные листочки, которые помогают при поиске мелких рыбешек среди обломков камней и в расщелинах коралловых рифов. За свою 20-летнюю жизнь мурена успевает три раза поменять цвет и один раз сменить пол. При длине тела менее 65 см она находится еще в стадии неполовозрелой особи и имеет темно-синий или черный окрас. Когда же длина достигает примерно 100 см, то мурена становится самцом и приобретает синий или голубой окрас. А при длине 120-130 см мурена превращается в самку желтого цвета. Ленточная мурена, хоть и принадлежит к агрессивному семейству муреновых, является безобидным существом. 4. Рыба флейта или флейта рыл. Характерной чертой является очень узкое удлиненное тело до 80 см и четвертую часть от длины тела занимает не менее длинная мордочка. Негибкое длинное тело рыбки и крошечный хвостик лишает ее маневренности, поэтому флейта рыл ведет малоподвижный образ жизни. Охотясь, рыба флейта прячется в какой-либо расщелине или зависает вертикально, сливаясь с растительностью. При появлении жертвы она набрасывается на нее и моментально засасывает ртом флейтой. Иногда эти смышленые рыбы используют необычный способ охоты. Подкараулив крупную мирную рыбу, например, морского судака или рыбу попугая, рыба флейта крепко цепляется за нее брюшными плавниками или просто пристраивается рядом. Во время кормежки крупной рыбы более мелкие рыбешки становятся обедом для рыбы флейты. 5. Акула, которая выглядит как коврик на полу. Взглянув на это существо, сразу не разберешь, то ли это растение, то ли животное, то ли вообще неодушевленный предмет. На самом деле это ковровая акула или вабегонг. Она имеет уплощенное тело, позволяющее успешно проживать и охотиться в придонном слое морей и океанов. Характерная бахрома кожных выростов, присутствующая по контуру головы и тела вабегонгов, напоминает своеобразную бороду или усы, а окраска тела – персидский ковер. Среди них встречаются и малютки метровой длины, есть и гиганты свыше трех метров. Для человека эти хищники опасности не представляют, но если неосторожно наступить на него, может укусить. Раны не смертельны, но очень болезненны и могут вызвать различные заражения и воспаления. 6. Моллюск-долгожитель с пикантной внешностью. Это существо называется гуэдак, что в переводе означает глубоко копающий. Самые известные в народе названия гуэдака – слоновий хобот и королевский моллюск. Взрослые особи в среднем достигают длины в 1 метр и весом до 1,5 кг. Однако они редко встречаются у гуэдаки весом до 9 кг. Тело моллюска – сифон, похожий на хобот слона. В основании его крепится небольшая и хрупкая раковина около 20 см в длину. Животное ведет оседлый образ жизни, зарываясь в песок на глубину 110 см. Гуэдаки считаются одними из долгожителей среди животных нашей планеты. В среднем они живут 145 лет. Эти моллюски считаются одними из самых дорогих деликатесов. Обитают гуэдаки на Тихоокеанском побережье Северной Америки и в западной части Тихого океана у берегов Японии и Новой Зеландии. Фиолетовый краб В 2012 году немецкие ученые-биологи преподнесли сюрприз любителям живой природы. На острове Палаван на Филиппинах впервые были обнаружены крабы фиолетового цвета. Почему у крабов такой окрас, пока точно неизвестно. Размер панциря чуть больше спичечного коробка – около 5 см. Все найденные крабы живут только в пресноводных водоемах острова, поэтому за десятки тысяч лет, изолированной жизни от своих сородичей, фиолетовые крабы объединились в свой собственный род и создали новые виды. Язык фламинго – это моллюск, обитающий во многих карибских и атлантических коралловых рифах. Моллюск питается ядовитыми морскими горгониевыми кораллами, из-за чего и сам становится ядовитым. Несмотря на привлекательную внешность, считается, что эти моллюски переносят грибок, который приводит к гибели кораллов. Ракушка улитки однотонная. Яркий окрас она приобретает после того, как улитка покрывает ее пятнистой мантией. Рыба-тренога или рыба-штатив – одна из самых глубоководных рыб в мире, живущая на глубине от 1000 до 6000 метров. Яркой отличительной чертой этой рыбы являются длинные костлявые лучи, растущие из хвоста и грудных плавников, которыми она опирается о морское дно и стоит всегда против течения, заносящие прямо в рот креветок мелких рыб и ракообразных. Рыба-тренога гермафродит. Не найдя себе партнера для размножения, она самостоятельно откладывает икру. Если Вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и Ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова